Девушки отдыхают Простите, вы кто? Вот! Очень своевременный вопрос Ой, ну вот это лишнее Нет, я Андрей, друг Марины Вот как-то так Хочется чашечку чая Ты не против? Так закон гостеприимства Еще никто не отменял, Софа Мы идем ставить чайник Парни, идите Не испугалась? Что это за карнавал? Кто, деревенский водитель УАЗика Или миллионер с охраной? Когда вы настоящий? Да всегда Я не отказываюсь от своего предложения Я хочу, чтобы ты стал моей женой И я намерен добиваться Твоего согласия Вот так, да? А сейчас я пойду налаживать мосты с твоей семьей Минуточку, Ильдар Возьмите Позвольте я? Да Стараюсь не стать слоном в посудной лавке Кран дурацкий течет А, вы позвольте Сейчас Подержите Нет, я тут сейчас, конечно Сейчас подожму Но Течь перестанет Но вообще конструкция хлипкая Да Неожиданно Так значит, вы говорите, что ваш прапрадедушка был почетным гражданином города? Да Игнатий Савельич Он и дом этот построил По тем временам Революционный проект Новейшие технологии Какие-нибудь там документы, фотографии у вас остались? Да Я собрала архив Давайте издадим книгу о нем Да вы что, это такие сумасшедшие деньги Что вы? Найдем средства Дело-то полезное История города История страны Ой, это было бы замечательно Аллочка Дали Андрея чай Нет, вот чай все-таки у вас Замечательный Мы сами ягоды сушим И апельсиновые цукаты добавляем Эх Жаль, наша духовка приказала долго жить А то мы угостили бы вас Семейным пирогом Софочка, закрой, окно дует Мама, ты же знаешь Окно закрыто Нам нужно просто вставить стекло Да Мариночка А ты что, миленькая Сидишь, как в рот воды набрала Почему ты нам не расскажешь Как ты познакомилась с Андреем По-моему, Андрей и сам замечательно все рассказывает Милые дамы Не могу злоупотреблять вашим вниманием Спасибо за теплый прием Ой, ну это лишний Ну что вы, что вы Надеюсь, что мы не в последний раз Марин, проводи меня Марин Марин Сердишься на меня, что пришел Я не в праве вам указывать, что делать Сердишься, ну извини Надеюсь, вы не будете каждый день Теперь к бабушкам приходить Ну разве я к бабушкам А впрочем Впрочем, я тебя услышал Вас Скрытная ты, Маринка Ничего про этого Андрея не сказала Да потому что нечего рассказывать Я понятия не имею, где он взял мой адрес И зачем заявился Зачем? Ну влюблен, это видно Очень жаль А ты с ним могла бы изменить свою жизнь Срок еще небольшой Может это шанс Мама, это не шанс Это человек, я не могу его использовать Максималистка Бабушки нас так воспитали, но жить так нельзя Ну сама подумай Я ему отказала, когда он был простой деревенский парень А теперь буду бросаться ему на шею, чтобы продаться подороже Ну пусть опять ребенок живет без отца В нищете Не будет он в нищете жить, я буду работать Я как-то понадеялась, что в этом доме Наконец-то появится мужчина Бабуля, я побежала, пока Маришенька, Мариша, Мариша, возьми с собой Что это такое? Так, это дольки, сельдерей, морковка, поняла? Я в столовой поехала Нет, 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 тебе нужны витамины Мама Мама Скоро начнут отекать ноги Пожалуйста, побольше двигайся Отвар шиповника Бабульчик, я же не тяжелый больной Бабушки плохого не посоветуют Ты слушай нас У тебя опыта нет Да Кого это несет с утра пораньше? Да Здрасте Здравствуйте Здравствуйте Разрешите приступить к работе? Не поняла Какой такой рабочий? Да Замена стекла Замена духовки Замена крана и корыта мойки Мелкий косметический ремонт Это что, розыгрыш? Почему розыгрыш? Вот Андрей Сергеевич Крылов Все оплатил Андрей Да Это наш знакомый Это возмутительно Мариночка А вдруг человек от чистого сердца Да К тому же из окна ведь дует, Мария? И без плиты, и швах Нет Отнесите это все обратно Минуточку А почему обратно? Мне тогда за это не заплатят А я уже от других заказов отказался Вот, Марина Ну и хорошо подводить человека Да Все делайте, что вы хотите Мне на работу пораду Да как разрешите пройти? Какой-то просто Марина Игнатьевна Это вы мне? Вам Вернее, за вами В каком смысле? Андрей Сергеевич распорядился Я теперь буду вас на работу возить А, на работу Андрей Сергеевич, знаете что? Передайте вашему Андрею Сергеевичу Что я когда вот это Чтобы он Не вот никак В общем Я пойду И сейчас А может не стоит так долго стоять Тем более в вашем-то положении Он вам и про положение мое сказал? Ну да А еще он сказал Что если вы будете сопротивляться Возмущаться То я должен молча вас выслушать И все равно отвезти Причем отвезти как хрустальную вазу Извините Да Марина, мы же договорились Сегодня ты пораньше приедешь Простите, пожалуйста Ну что за манера опаздывать? Я уже близко Я скоро Я скоро приеду С работы Ругаются А я знаю Как здесь дворами проехать за пять лет А автобус можно ждать тридцать минут Да поди его дождись Ну поехали Пойдем 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 Ну вот молодец Андрей, я не понимаю Зачем вы все это делаете Ну это же Это возмутительно Ты о чем? Ну вы вторгайтесь Вторгайтесь Ветесь в мою жизнь Ну вообще-то Такова природа мужчины Вторгаться и завоевывать Дикость какая-то Марина, Марина, Марина А где смонтированный репортаж? Уже с телевидения звонили Я сейчас Сейчас доделаю Ну давай, давай Извините, у меня нет сейчас возможности обсуждать вашу жизненную позицию У меня работа до десяти вечера Я вас настоятельно прошу Не вмешиваться в мою жизнь До скольки? До десяти вечера? Нет, ну это просто форменное безобразие Так нельзя Вызвали? Я материал отправила, сценарий вычитала Замечание написала Погоди, не тородорь, присядь Что, случилось? Да Слушай, мне сегодня какой-то Странный заказ поступил Так? Хотят именно тебя Так, какой заказ? Ну, какая-то корпорация Хочет сделать фильм о себе к юбилею У них куча архивов Какие-то мысли Предложения В общем, надо ехать к ним Подозрительно приличные деньги платят Ну, мы же обычно такого не делаем Ну да, я ничего не понял Я им объяснил, что мы больше по каналу культура Все такое Они говорят Нам все подходит Главное У вас есть Марина Мы хотим, чтобы она Делала эту работу Очень странно Слушай, я сам думаю В чем подвох? Ну, мы, правда, ничего не теряем Ну, а сколько платят? Так Я согласна Ну, давай Дуй туда Ну, вот здесь наше основное помещение Вот здесь все видеоматериалы Здравствуйте 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 Понятно А это ваше рабочее место Мое рабочее место? Угу Нравится? Так, а То есть, вы хотите, чтобы я работала в вашем офисе? Ну, это же логично Все материалы здесь С начальством и вашим договорились Думаю, это будет удобно Так, пока не забыла У нас рабочий день до семи Угу Есть вопросы? Ну, вот и договорились Через 15 минут у меня в кабинете Скажите, а вот этот вот Мужчина, он кто? Так это же наш генеральный Андрей Сергеевич Ага Ну, что, как обустроились? Я как-то предположить не могла Что, что вот Вообще Что все это значит Это значит, что Что? Никуда не годится Беременной женщине Не сидеть в душном кабинете По 12 часов Вот и все Значит, ваш заказ Это фикция Почему же? Я уже давно собирался Сделать что-то подобное Ну, в принципе Могу выкупить вас У вашего начальника И будете у нас Ну, например, я не знаю Главным специалистом Дизайна нашей компании Ну, как? Нет Не нравится вам? Нет, не нравится Мне совершенно не нравится Ваша самоуверенность Слушай, ну Мы же не на митинге, а? Ну, вот давай по-человечески Прямо Вот скажи Что вот с момента Нашего знакомства Что такого я тебе сделал, а? Ничего Ну, так а что же ты как ежик, а? Да Я действительно не права Надо было поблагодарить Да ладно Обойдусь без благодарности Нет, дело в том, что Я всегда привыкла рассчитывать Только на свои собственные силы Ну, вот и рассчитывай Сил тебе нужно Ой, как много Поэтому неплохо бы и подкрепиться Пойдем пообедаем? Да Нет Обедать сейчас я не пойду А почему? Это уж как-то слишком Подожди Я вообще-то тебя не на свидание приглашаю И вообще не тебя приглашаю А ребенка А почему он должен мучиться От того, что его мамаша такая принципиальная Он небось уже и проголодался А, да Даже голова закружилась А знаешь почему? Потому что парень-то настойчивый Своего добивается Как это вы так С чего-то Вообще Решили, что ты мальчик Да просто так Ни с чего Что мы не сидим-то, а? Мы уже долго болтаем Пойдемте есть Андрей, я бы хотела уточнить Так Что я вам ничего не могу обещать Слушай, у меня еще нет склероза Он-то мне это уже говорил Ну, мне хочется, чтобы все было честно Я разве похож на маразматика Я еще соображаю, что если девушка согласилась пообедать Это еще не значит, что она влюблена по уши Мамочка, будь любезна, застегни меня, пожалуйста Я очень тороплюсь Ой, какое платье Совершенно прелестная в нем фигурка Скажи, его кабинет там где-то рядом с тобой Это его часть Мам, интересно? Я знаю Слушай, ножки просто очаровательные в этом платье Пока просто животика нету Надо Вот что я такого сказала, а? С чего? Не смей надевать эту гадость на себя Все, не будет никому никаких ножек Очень красиво сзади, кстати, в эти штани Так Угу Вот еще матери Материалы по нашему подростковому лагерю Смотрите Ой, какие у вас хорошие проекты Хорошие, да, но они все так думают На нас даже в суд подавали, как будто мы эксплуатируем подростков Представляете? В суд? Ничего себе Да, но они не учитывают то, что мы им профессию даем, трудоустраиваем Как работа идет? Ну, кипит Ну и отлично Не забудьте пообедать сегодня, Марина Игнатьевна Поскольку обедать я с вами сегодня не смогу У меня другие планы Ну, вы же не думайте, что я о каждой день Извините, опаздываю, нет времени Лен, можно тебя на секунду? Да Значит, подготовь, пожалуйста, документы по бельгийцам Уже готова Алло, бабуля Мариночка Угадай, где я, ни за что не угадаешь Я в больнице Не пугайся, не пугайся, милая Нет, 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 тебе нельзя пугаться Все хорошо, я в Кремлевской больнице Ну, так не говори загадками Как ты можешь быть в Кремлевской больнице? Ну, ты же знаешь, что нашу бабулю не определяли И никакую районную А тут, представляешь, приехала специальная машина Ну, для людей с ограниченными возможностями Молодые люди погрузили нашу Оленьку Игнатьевну Прямо в коляске И определили в палату лучше санатория Да И обещали провести полный курс Оздоровительной терапии Ой, я так рада Все, 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 все Целую Пока Мам, привет Привет Че делаешь? Супчик Бабушке хочу в больницу отвезти Вот еще и с плитой, вот и разобраться Понятие А я где была? Ага Че ела, че пила Че? С кем была? С мне С Андреем Миревым двой Весь вечер говорили про тебя Я ему все сказала Какая ты у меня замечательная, прекрасная Как меня обманул этот Ну, не будем про него И как ты поехал меня спасать Деньги зарабатывать Как ты сама обманул этих старушек Сказал, что кино про них снимает Не надо было Мама Да, Гена Да, это мое последнее слово Да мы уж давно перестали понимать друг друга Что? Я тебя прошу, давай Нет, давай хотя бы Будем сохранять остатки уважения Да 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 Ты меня услышал Все правильно Да Я знаю Я все знаю Все что ты мне хочешь сказать я знаю Просто прошу Пожалуйста, ну не лишай мне удовольствия заботиться о тебя Я Я Ну Просто если вы хотите что-то узнать обо мне Может быть вы будете спрашивать у меня самой А вот тут права Нет, когда права, тогда права Просто, понимаешь, хочется узнать о тебе побольше Расскажешь? Да что я Вот что, я придумал Я приглашаю тебя на свидание Все На свидание Ну конечно Да вы забыли наверное, я беременна Ну что ты, с чего, я не забыл, я все помню Я даже спланировал тихую прогулку по скверу А потом ресторан, где не курят Вот Аллочка Это я Алла Подожди Алла Я хочу тебе кое-что сказать Ну подожди же Аллочка Я хочу вернуть тебе Деньги Вот 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 И еще Извини меня А ты подумал наверное, что я алкоголик, дрочун, ну с мужиками вместо Красными кулаками меряюсь, да Разве не так? Нет, не так Тебе не холодно? Нет, спасибо, нормально все А по-моему ветрено Да сил моих нет смотреть, как наши деревни загибаются Я то стараюсь там какое-то производство организовать Нет, сперва конечно убыточно Но потом все налаживается Какое-то недопонимание оно есть всегда В одной деревне лесопилку хотели сделать Так Такую эффективную, современную А там оказывается, они привыкли ворованный лес продавать Представляешь, а тут современная лесопилка официальная А тебе вообще интересно, а? Интересно Ой, не ври мне Никогда не ври мне Извини Да, Ген Я сказал, что спрашивать здесь больше нечего Все, направляй документы моим юристам Конец Извини Проблемы какие-то с бизнесом? С бизнесом? Да нет, все решаемо А вот когда друг врагом становится Здрасте Привет Привет Спасибо, что согласилась встретиться Все равно увиделись бы на симпозиуме Увидела меня в списках? Угу Ты чего звонил, чего хотел? Да просто хотел увидеть тебя Хорошо выглядишь? Угу Выгляжу как тетенька, которая хочет казаться девочкой Ладно, ты как? Нормально Как жена, как дети Да нет у меня никакой жены и детей Ничего не женился? Тебя я не могу забыть Алла А почему ты не вышла за меня замуж? Это ты сбежал Двадцать три года назад Я сбежал? Это ты не захотела уехать Я не захотела И ты это прекрасно знаешь Я не могла оставить маму и бабушку Не могла? Угу Не могла Послушаться ты их не могла Боялась Я не боялась Я не боялась Это ты за двадцать три года даже не удосужился узнать, что у тебя есть дочь Какая дочь? Никакая У меня дочь? А сколько ей уже? Я хочу на нее посмотреть Ты Ты не змей Ты Ну что ж ты опять? Алла Мужчина, пропуск Мне нужно войти, пожалуйста А, пропуск У меня нет пропуска Но это вопрос жизни Вход только по пропускам Да Вот Я подготовила макет Посмотрите Может быть там нужно что-то подкорректировать Тебе самой-то нравится? Конечно, нравится. Ну, если бы мне не нравилось, я бы не показывала. Ну, значит, утверждаем. Все. Скажи, а до скольки сегодня работают музеи? Не знаю. До шести, наверное. Ну, отлично. Значит, успеваем? Куда успеваем? Как куда? В музей. А можно я тебя приглашу в музей? А вы любите музеи? Я сегодня слушал по радио, что детям вот таким вот полезное искусство. Пойдем. Пошли, пошли. Не, вот это я понимаю, пожалуйста. Человек есть человек. Море-море. Чайка-чайка. А вот бывают, знаете, картины, где там кружочки, треугольнички, квадратики… Это вы про абстрактную живопись говорите. Да? Там, там художник обращается, он непосредственно к чувствам. Так, а я и здесь все чувствую. Да. Нет, вот вроде бы спокойная, да, картина? А в душе какая-то тревога. Это вы точно заметили. Да. Это Нестерова. Она вообще сознательно уходит от академизма. Так она проявляет свою чувственную основу. Ну, я вот это и хотел сказать. Марина, вы так много знаете. Старайтесь не срисовывать. Просто смотрите на картину и рисуйте свое. Свои эмоции. Попытайтесь почувствовать настроение, характер. Можно я с вами порисовываю? И я не помешаю. Я тихонечко просто захотелось попробовать. Дети, дайте кто-нибудь альбом. И карандаш. Спасибо. А вы? Я? Ну, что-то не скучай здесь. Тут ребята тебе такое покажут. Старайтесь не срисовывать. Попытайтесь изобразить свои эмоции, характер, настроение. Я сейчас изображу. Дети, дайте кто-нибудь девушке альбом и карандаш. Спасибо. Спасибо, да. Мы вместе. Рисуйте, рисуйте, рисуйте. Сами. Ну, вот все, соня моя. Отчаливай обратно. Погостила на родине, хорошего понемножку. Дочка звонит. Мам, у Стива конференция. Зашиваюсь с детьми, караулю. Ириш, ну что ты ее так балуешь, а? Ну, пусть она сама со своей собственной жизнью разбирается. Ха-ха, кто бы говорил. А я что? А что я? У меня просто Аллочка непутевая. Зато Маришка толковая. Надеюсь, на этот раз глупостей не наделает. Каких глупостей-то? Ой, влюбился в нас олигарх какой-то. Проходу не дает, можешь себе представить. Нам, правда, с матерью хорошо. Ее в больницу устроил, технику на кухню купил новую. Только бы вот девчонка моя, не увлеклась бы им. Все мужики предатели. Соня, ну а подумай, а вдруг случилось чудо? А вдруг это тот мужчина, которого Марина ждала всю жизнь? Угу, чудо. Ты подумай, а вдруг? Так это чудо. Бывают же исключения из другого правила. Чудо, Ира, чудо. А ну-ка расскажи поподробнее, что это за олигарх такой? Ой. Глеб Яковлевич, а вам было назначено? Соня, я помню. Ну, ты сказал, чтобы я больше не появлялся. Да. Я бы не появлялся. Но электронной почтой ты не пользуешься, а к обычной, обычной почте я не доверяю. Я раздобыл информацию о хозяине компании, которая хочет съесть ее в ваш дом. Интересно. Вот там распечатано все, что удалось разузнать. Андрей Крылов. Да. Андрей Крылов. Чудо. Исключение. Исключение, которое подтверждает правила. В дом-то пригласишь? Ну, теперь мне все понятно. Бабушка, ты все-таки поговорила бы с теткой по поводу моего вида на жительство? Ой, Паш, поговорю. Ну, только она по-прежнему считает, что твоя мама тебя избаловала, и ты должен сам продвигаться по жизни. Куда сам? Кто сейчас сам продвигается? Везде нужен паровоз. Ну, да. Кстати, ты знаешь, я такое узнала. Ты с этой девочкой Мариной, внучкой Сони, еще общаешься? Нет, я с ней не общаюсь. Оказывается, у нее теперь такой покровитель. А я тут при чем? Представь, у нее роман со строительным олигархом. Кто бы мог подумать? Со строительным? И что у них прямо так все серьезно и серьезно? Ну, Соня рассказывает про него так, что он поморение души не чает. И вообще, делает для нее, ну, все. Все. Делает для нее все. Бабуля! Ну, ты зря волновалась. Гемоглобин у меня отличный. Очень хорошо, детка. Так, что случилось? Застройщики приходили. Ты им сказала, что мы подадим на них в суд? Какой суд? Когда такие дела, никакой суд не поможет. Да какие, какие такие дела? Андрей Крылов. Тот самый главный застройщик. А я-то дура, а. В кои-то веки поверила, что существуют на свете порядочные мужчины. Ой, но ведь какой артист, да? Он же просто загипнотизировал нас своей псевдозаботой. Негодяй. Тебе голову заморочил. К нам втерся в доверие, чтобы мы не поднимали шума и выехали. Что делать, Иоанна? Что делать? Что делать? А вы, Андрей, вы, может быть объясните мне, как, как вы могли? Да, я все понял. У меня есть хороший риэлтор. Он перевезет вас туда, куда вы пожелаете. Деньги здесь не имеют никакого значения. Да ничего мы не поняли. Я заплачу за переезд. Вы думаете, я торговаться пришла? Да, я не успел. Я должен был, конечно, предусмотреть, но я ничего не мог сделать. Да, я являюсь соучредителем проекта, который ведет застройку вашего квартала. А это значит, что я являюсь одним из совладельцев этой компании. А сейчас я делю бизнес со своим партнером. Это бывшим другом. Потому что его проект вне моего влияния. Конечно, я должен был, должен был все тебе рассказать. Ну, дурак ты! Что я могу поделать? А теперь я хочу, чтобы ты меня услышала. Все, что я говорил про себя и про тебя, это чистая правда. Вам сейчас очень плохо, да? Не хотел тебя загружать этим всем. Ну, я же взрослый человек. Я могу посочувствовать. А я правда. Ну что, взрослый человек, давай выпьем чаю. С вареньем. С вареньем. Представляешь, приехал. Могу забыть, говорит. Не женился до сих пор. Я вот подумала, ну, этот Марк, в сущности, неплохой человек. Может быть, зря я тогда так. Я же сама его всем вспоминаю. Может, мне с ним встретиться? Попробовать все сначала? Да-да, нет-нет, там как… Ну, это… Твое дело, Аллочка. Мам. Что? Ты чего? Ничего. Я думала, ты меня отговаривать будешь. Я хочу, чтобы ты была счастлива. Соня, что случилось? Глеб Яковлевич, я, к сожалению, не умею обращаться с этим идиотским компьютером, поэтому вынуждена обратиться к тебе. А может быть, ты не учишься пользоваться компьютером, чтобы звонить мне? Не обольщайся. Мне просто нужно узнать, где завтра проходит симпозиум по словистике. Так можешь у Аллы спросить? Она же там участвует. Я не могу у Аллы. Почему? Ну, потому что завтра я должна оказаться там без нее. У Аллы что, проблемы с работой? Ну, если бы с работой. У нее с головой не в порядке. Представляешь, Марк вернулся, а она готова броситься ему на шею. Ведь молила Бога, чтобы какая-нибудь баба прибрала его. Так нет, он до сих пор сохнет палочке. Ты что задумала? Спасать дочь. Знаешь что, я в этом не буду участвовать. Глеб Яковлевич, мы поссоримся. А мы еще и не мирились. Не мирились? Что, война? Ну, в таком случае, не звони мне больше. Зараза, куда же ты нажала-то? Так, стереть, стереть. Ага. Ничего-ничего, Суфина, а то сейчас мы посмотрим, кто кого. Сюда. Сюда. Студент. Мне не подготовлено, чем наши российские. Есть, конечно, свои какие-то плюсы, есть минусы, но мне кажется… Марк! Софья Игнатьевна? Софья Игнатьевна. Извините. Здравствуйте. Вот только встреча. Не думал, что вы помните меня. Ну, как же вас не помнить? Хороших людей на свете не так много. Это вы мне? Поговорить надо. Там есть кафетерий. Хорошо. Я человек прямой, честный. И хотя дочку свою очень люблю, не сказать правду не могу. Слабый она человек. Вот что я тебе скажу. Алла тонкая, беззащитная. Ой, такая беззащитная, что ищет за чей бы счет решить свои собственные проблемы, Марк. Она очень давно хотела уехать за границу, а тут ты подвернулся, и она солгала про дочку. Прости ее. Погодите. Разве это не моя дочь? Если бы это была твоя дочка, неужели бы я ее не убедила рассказать тебе об этом? Скрывать от мужчины столько лет и ребенка? На что это похоже? Не может быть. Не понимаю. Ну, ты пойми. Пойми ее. Жизнь сложная штука. Профессия безденежная. Это у вас, наверное, лингвисты хорошо живут, а у нас… Чей тогда ребенку Алла? Был один горе-поэт. Бросил ее. А она была влюблена, как кошка. А это же такое сказать мне про дочь. Сочувствую. Сочувствую. Твою. Ты сегодня целый день меня как бы устранишься. Алла, я… Ты знаешь, Марк, я все думала, думала. Может быть, я много думала. Алла, скажи честно. У тебя не мой ребенок. Ну, скажи правду, не бойся. Я пойму. Почему Марина не твой ребенок? Марина. Ее зовут Марина? Я тут и мог подумать, что я вру тебе в таких вещах. Какие нитки чудесные, а. Такая красивая кофточка малышке получится. Теплые ползунки, шапочка. Алла, Аллочка, ну, все, ну, хватит. Ну, перестань. Ну, подумаешь, оказался под лицом. Что это, новое, что ли? Марина. А? К тебе пришли. Ко мне? Кто? Да вот. Пашенька от Иры передачку мне принес. Говорит, хочет повидать тебя. Твои ничего не знают? А тебе нет. А ребенки знают. Ты ж… Марин, прости меня. Что происходит? Прости меня, пожалуйста. Я понимаю, что ты не сможешь меня любить так же, как прежде. Я понимаю, что ты меня ненавидишь. Я… Это я все сделал. Я… Я все прекрасно понимаю, но я хочу быть отцом твоего ребенка. Паш… Я понимаю. Я понимаю. Я… Я просто испугался. Я испугался, да. Ребенок – это очень важно. Это очень ответственно. Все произошло достаточно быстро. И я… Я все обдумал сейчас. Решил. Понял, что я хочу быть отцом твоего ребенка. Паша, мне, конечно, очень больно тебя сейчас видеть. Но я не могу тебе запретить. Потому что это твой ребенок. Спасибо тебе. Марин, спасибо тебе. Ты замечательная. Ты потрясающая. Я счастлив, что у моего ребенка будет такая замечательная мать. А смотри, я… Специально… Накачал музыки. Чтобы у него формировался вкус. Я читал, что дети все в животе там слышат. Да. Шестнадцатая неделя. Именно. Шестнадцатая неделя. А еще я заказал органически чистое печенье. Без всякого ГМО. Специально на сайте для беременных. Нашел и заказал специально для тебя. Паша, мы сейчас чай собираемся пить с печеньем. Бабушка напекла, но вполне экологическое. Хочешь чаю? Да. Бабушка рассказывала, что я лучше всего засыпаю под классическую музыку. Особенно хорошо шел Дебюси. Сон Фавна в летнюю ночь. Не знаю почему. Я тебя завтра накачаю и принесу сборник Дебюси. Будешь в наушниках слушать. Угу. Хорошо. А еще бабушка сказала, что ты устроиваешься в встроенную столицу. Ну, можно и так сказать. Круто, круто. Ну и мне уже нельзя без работы сидеть. А ты вас даже в Турцию не смогу вывезти на отдых. Ну и без протекции сейчас никуда не устроишься. А про встроенную столицу так я вообще не мечтаю. Я попробую поговорить. С кем? С директором. С Крыловым. Маришу. Спасибо тебе. Слушай, я тут как раз… Подожди, я еще ничего не обещала. Да ничего страшного. Я вот тут случайно с собой взял некоторые наработки. Покажи Крылову. Спасибо тебе. Нет, ну ты просто как в сказке живешь. Так же нельзя. Нельзя что? Ну, он же правда талантливый. Вам не кажется? Талантливый? Нет, ну после того, как мужик… Нет, он не мужик. Он вообще не понимает кто. Давай не будем уточнять. Просто если он тебя бросает, беременную, а ты… А ты его прощаешь и ищешь ему работу… Я просто предлагаю. Может быть, вам нужен архитектор? Мне не нужен. Мне не нужен. Там какая разница, как он со мной поступил? Это же работа, это другое. Что ты за человек-то такой? Обыкновенный человек. Надо уметь прощать. Ну да, еще вторую щелку подставлять надо. Слушай, а может мы ему… Может мы Пашке этому ребра пересчитаем, а? Ну, может быть, после этого он хоть что-то поймет. Нельзя все силой решить. Я не понимаю. Ты что, до сих пор любишь его? Нет. Просто нельзя все время доказывать, добиваться и требовать чего-то. Булгаков писал, что сами придут и все дадут. Ну, так ему жена Елена Сергеевна на блюдечке подносила. Не знала, что вот такой знаток Булгакова. Да никакой я не знаток Булгакова. Я просто статью прочитал, пока в самолет летел на переговоры. В очередной раз летел доказывать, добиваться и требовать. А что вы злитесь? Я не злюсь. Я… Прости, я не злюсь. Тебе не приходила в голову такая простая, ну, незатейливая мысль, что я могу ревновать? Ревновать значит не доверять. Какая же ты еще дурочка, а? Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Марина? Марина. Чем могу помочь? Можно войти? Конечно. Такой старомосковский стиль. Мила, а вы кто? Кто? А я жена Андрея. Жена Андрея? Я не знала, что у Андрея… Теперь знаешь. Отвязалась бы ты от него. Да я как-то не привязывалась. У меня другие сведения. Хорошей жене полезно иметь связи в компании мужа. Мне про тебя все рассказали. Как видишь, даже адресок подкинули. Отвратительно. Да. Действительно, отвратительно. Надеюсь, что это наша с тобой первая и последняя встреча. И знаешь что? Дружеский совет. Тебе нужно сменить стиль. Ну что это за рюша? Ух… И вот тут как раз у кого похожи, но кто говорит? Я ваш поклонник. Вот. Ну давай смейте. Да, я сегодня без машины расставила, поэтому… Более рванино. Маренька, привет. Привет. Как раз он собирался к тебе ехать, а ты сама пришла. Ну пойдем посидим, давай присаживайся. Спасибо. Давай. Слушай, может ты коктейль хочешь, а? Чего-чего мы сделаем? Ребят! Нет. Паш, мне нельзя. Точно, я совсем забыл. Паш, я хотела тебе сказать. Я говорила с Крыловым. Маришка, спасибо тебе огромное. Ты потрясающий человек. Я таких, как ты, не знаю. Ты просто главное чудо моей жизни. Погоди. Он не хочет тебя брать. Я пыталась, но… Паш, послушай, я верю в тебя. Ты очень талантливый архитектор. Слышишь? Да, да, да. Слышу, конечно. Потом, я подумала о твоих словах. О том, что тебе важен наш ребенок. Да. Слушай, я, наверное, не смогу уделять много времени твоему ребенку. Я в Швецию подамся. Да? Да. Понимаю. Пока. Марина! Марина, не бойся. Все хорошо. Вы меня знаете? Если честно, нет. Но я знаю о тебе. И то узнал только вчера. Ну, объясните. Марина. Я твой папа. Мне тут кое-кто сказал, что ты не моя дочь. А я думаю, пойду сам посмотрю, проверю. Ведь чувства, они обманут. Послушайте, я своего папу никогда не знала. И он меня тоже. Он бросил мою маму, когда я еще не родилась. Да не бросал я ее. А про тебя я даже не знал. Вот ровно двадцать три года назад я стоял здесь и уговаривал твою маму уехать со мной. Я любил ее. Я стоял здесь, она здесь, а вот здесь еще клумба была, на ней маргаритки росли. Была клумба. Вот видишь. А вчера мне даже сон про тебя приснился. Марин, постой. Даже глаза родные. Родные. Зачем вы так? Вы что, не понимаете, что это больно? Больно и жестоко. Марин, я прошу тебя прощения. Я завтра утром улетаю в Гамбург, но я буду тебе писать. Давай попробуем как-то начать общаться. Теперь у тебя есть я. Нет, я вам не верю. Поехали. Ты чего такая расстроенная? Что-то болит. Мама, расскажи мне про отца. Что рассказывать? Нет и нет его. Мы же как-то встретились. Ты его любила? Он был такой какой-то нелепый. Однажды отдал свое пальто бродяге, тот сказал, что его обокрали. И в одном пиджаке пришел за мной в институт. Мороз. Я ему говорю, ну то, что тебя обманули, ладно, это понятно. Что ж ты не вернулся, не оделся? Холодно. Он говорит, ты бы волновалась. Мобильных же не было. Ты его любила? Я стеснялась его любить. Совсем был такой, знаешь, не герой-любовник. Почему ты мне сказала, что беременна? Он нашел тебя. А ты меня осуждаешь, да? Послушай, не все так просто. Нет. Я не осуждаю, мама. Ну, как я могу тебя осуждать? Он однажды через весь город ночью нёс мне микстуру от кашля. Метро уже не работало. Бабушки в пансионате были. Ночью? Ну, давайте начнем с мое время. Поехали. 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 Продолжение следует... Папочка, извините, пожалуйста. Разрешите-ка. Куда без очереди? У меня домой, папа. У всех папа. Иди в очередь, давай, в очередь, давай. Папочка, папа. Давай, давай, в очередь. Марина. Теперь мы есть друг у друга. Ты не опоздаешь? Есть еще время. Хорошо. Пап, ты прости меня, что я тогда не выслушала тебя. Мне было как-то плохо, что ли. Хорошо, что ты мне все рассказала. Послушай, может, тебе стоит приехать ко мне? Тебе станет легче, если сменить обстановку. Забудешь про этого негодяя. Опять звонит. Павел, ну-ка, дай, я сейчас с ним по-мужски поговорю. Дай. Да нет, это Андрей. А что ты сама чувствуешь к Андрею? Да что я могу чувствовать? Ты же видишь, его жена сказала, что... Ты что чувствуешь? Что он чувствует? Он... Я не знаю. Ты даже не поговорила с ним? Так... Все ясно и так. Что ясно? Твоей маме тоже казалось, что все ясно. А если бы она тогда со мной поговорила? Ну, пап, ты не был женат. Да и потом... Я не должна ничего к нему чувствовать. Что значит не должна? Сердцу не прикажешь. Только вы вдвоем можете все решить. Пора. Хочешь, я останусь? Поезжай. Мы теперь не потеряемся. Пожалуйста, запомни. Никто не имеет права тебя обижать. Ты этого не заслуживаешь. Андрей? Марина, наконец-то! Где ты? Куда ты пропал? Андрей, я... Марина, скажи, где ты? Я сейчас приеду. Ну, что же вы все время перебиваете, какой вы невоспитанный грубиян? Просто скажи, где ты? Ты сумасшедший. Ты дурочка. Ну, куда ты делась? Я тебя везде ищу. Ко мне приходила ваша жена. Ну, слава богу. Слава богу? Да ерунда все это. Я уж думал, что-то серьезное случилось. А это не серьезно. Он не свободный. Да вранье это все, понимаешь? Ты действительно хочешь все знать? Это был гражданский брак. Ну, в какой-то момент я даже предложил расписаться. Не любил. Но чувствовал, что должен. Понимаешь? А потом у меня наступил финансовый кризис и Вероника ушла. Нашла себе более состоятельного. Да и ладно, чего. И стал жить один. У меня дела наладились. А у нее что-то там не сложилось. Вот она и пытается, пытается вернуть все обратно. Откуда я могу знать, правда это или нет? Ты извини, пожалуйста. Ну, чего я стал бы за тобой ухаживать, если бы у меня были нормальные отношения с женой? А с чего? Нет, извини за прямоту. Я же тебя в койку-то не тащил. Если я и звал бы туда, так только в ЗАГС. Ну, было бы. Да я понимаю, но жених я так себе. Все только всяких подробностей и вскрывается, нюансов. Ну, человек-то я уже взрослый. И много всего было. Может, ты мне сразу все расскажешь? Что мне еще предстоит узнать? Что было сейчас? Что мы будем вместе? Что у нас будет семья, будут дети. Когда я такое сказала? Да вот сейчас. Ты сказала, что тебе предстоит узнать. А узнавать можно только вместе. И еще, ты в первый раз сказала, не ты. Извините. Ладно, может, хватит уже, а? Может, хватит. Ну, раз так, у нас важное дело. Прямо сейчас. Поехали. Куда? К тебе домой. Мамы и бабушки дома. Поехали. Мариночка, а что за представление? Можно я скажу? Хотел попросить руки вашей дочки и внучки. Да, да, я все прекрасно понимаю, что у вас есть ко мне много претензий и вопросов. Я готов ответить на все. Марина, что происходит? А у нас ни вопросов, ни претензий. Нам просто не о чем с вами разговаривать. Так что извольте покинуть нашу квартиру. Да. А слушайте же вы человека, ну что вы набросились на него? Вы же ничего не знаете. А что, мы еще что-то должны узнать? Мы не до конца осведомлены о его делишках. Извините. Я при всем уважении, я не позволяю оскорблять себя в присутствии моей будущей жены. Жены? Да. Размечтался. Да. Марина, он тебе не пара. Бабуля, можно я сама буду решать? Мариночка, имей в виду, если ты останешься с ним, знай, у тебя нет ни матери, ни бабок. Да как вы можете? Ну как вы можете? Вы мне 23 года назад то же самое говорили. Я как дура в эту ловушку попалась. А что ты потеряла-то? Безвольного типа, который верит во все, что ему говорят? Нет. Вот я сказала, не твоя дочь. И он поверил. Так это ты ему сказала? Да. Да, я хотела спасти тебя. Мама. От разочарования. Мама, как ты могла? Мама. Он не безвольный. И он не поверил. И он нашел меня. И мы с ним сегодня встречались. И он до сих пор, между прочим, любит тебя, мама. Нет, нет, нет. Он врет. Он врет. И этот тоже врет. Все. Хватит. Мы уходим. Марина. Да. И я тоже. Я тоже отсюда ухожу. Простите меня, бабулечки. Простите меня. Я хочу жить своей жизнью. Девочки. Мама, они ушли? Да. Я ведь дом для своей семьи еще мальчишка планировать начал. Может быть, поэтому и стал строителем. И строил его несколько лет. Да? Да. Все до идеала доводил. Красивый. Красивый. А толку. Жить я в нем так и не жил. Все дела, дела. Да и с семьей как-то не сложилось. Ну, прошу. Вперед. Ну, каково? Каково? А вот так? Красота-то какая, а? Спасибо, что хоть позвонила. От безысходности. От безысходности. Это надо расценивать как благодарность. Расценивай как хочешь. Мне все равно. Да перестань, Соня, перестань. Маринка, она молодец. Парень ее, этот, настоящий мужик. Предатель. А я предатель. А ты знаешь, кто? Знаешь, ты кто? Ты смешная, вздорная старуха. Что? Ты меня назвал старухой? Не, ну, посмотри, Соня. Ведь фактически, формально так и есть. Ну, что ты можешь возразить? Какой год твоего рождения? Тысяча девятьсот. А? А что ты тогда ходишь вокруг старухи? А потому что я люблю тебя. И как старуху, и как вздорную, и как смешную. Сам смешной. Согласен. Слушай, Соня, я подготовил все бумаги к заседанию суда. Меня это больше не интересует. Вертихвозки сбежали, а нас с мамой, пожалуйста, пожалуйста, на Северный полюс, высылайся, высылайся. Ну, не знаю, хоть на Северный, на Южный. А заседание суда уже назначено, и я к нему готов. Ой, кто это будет слушать? Адвокат и пенсионер. Ну, ты просто сыпешь сегодня комплиментами. Взаимно. А потом гулять в парк. Какой же ты упрямый. Ну, должно же быть у нас с тобой что-то общее. Сейчас я буду тебя кормить. Ты готовишь, Миш? Я не знаю. Сейчас как раз проверим. Так. Ну, что, как ты? Устала? Немножко. А, немножко! Немножко! Не дочитай! Ну, куда? Наверху. Наверху. Гости, 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 гости. Нет никого? Да-да-да. Марин! Да? Подожди, пожалуйста, на кухне. Все нормально? Да, конечно. Хорошо. Подожди. Входи. Андрей, я не собирался тебя выдавливать из бизнеса. Просто мне нужно, чтобы ты играл по моим правилам. Вот и все. Гена, а я не играю. Я живу. И живу я по своим правилам. Вот так вот я устроен. Глупо-то устроен. Витаешь в облаках. Мир пытаешься переделать. Деревню возрождаешь. Нет, я, конечно, понимаю. Имидж и все такое. Но ты заигрался, Андрей. Я вынужден один заниматься делом. Делом? Что ты называешь делом? Снос исторических объектов для бетонно-стеклянных построек из токсичных материалов? А это? Ты никто не докажет. Я докажу. Зачем тебе это надо? Мои дети будут гулять по этим улицам. У тебя нет детей? Будут. Но если будут, то на доходы от этой застройки ты можешь увезти их в любую страну мира. А мне нравится это. Не стоит воевать со мной. Ну, тогда сдавайся. Доченька, я тут тебе бульон приготовила. Еще паровые котлетки. Ты же наверняка сама ничего не готовишь. Все натощак. Да, еще свитер теплый. Махировый. Что же ты? Теплые вещи-то забыла. Мама. Мама, не надо. Мама. А ты думаешь, он будет лучше о тебе заботиться, чем родная мать? Кто он? Кто он? Мужик. К которому ты сбежала. Мама, я сбежала не к мужику. Мама, я сбежала от вас. Доченька, ну, столько лет, все было хорошо. Это вам было хорошо, мама, тебе и бабушке. А я, мне просто мужества не хватало. Если бы не Марина, я бы так и прожила, как во сне. Катя уехала на симпозиум и оставила мне квартиру. Катя. Катя, квартира. А вы? Мама. Умеешь играть? Понятия не имею, как. Нет, я знал три аккорда на гитаре, а, да и тебя забыл. А я музыкальную школу закончила. Да я вот и смотрел. А ты можешь что-нибудь сыграть, а? Ну, что-нибудь. Слушай, а у меня возникла одна идея. Воскресенье, в нынешний денечек, гуляю с вами я, друзья. А завтра рано чуть святочек, заплачет вся моя родня. Заплачут братья мои, сестры, заплачут мать-отец родной. Ещё заплачет дорогая, с которой шёл я по глине. Ох, ребят, смотрю я на вас. Какая же вы пара замечательная. Это вы почему так думаете? У нас испокон веку так было. Сажали парня с девкой, да пить заставляли. И если песня ладно складывалась, так и пусть женятся. Ну что, Сонечка, дом-то отстояла, поздравляю. Глеб Яковлевич, ты был на высоте. Ну, ты же знаешь, я не люблю лезть. Я не понимаю, почему мы так легко выиграли процесс. Я был настроен на длительный процесс. Я даже не уверен был в успехе. А тут вдруг как-то неожиданно, раз-два, и ответчик согласился со всеми претензиями. А может, у них совесть проснулась? Соня! Ты же знаешь, я 50 лет работаю в судейской системе. Это нонсенс. Просто какой-то подарок судьбы. Какой подарок? Боролась за родовое гнездо, за крепкое женское царство, а для чего все сбежали. Ну, 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 опять-то за свое. Оставьте их в покое. Ну что, ну пусть они живут своей жизнью. Они взрослые люди уже. А ты себя представь на их месте. Ты сразу позвони, как освободишься от врача. Хорошо. Петрович, ну ты женщину тут. Довези. Я помню. Довези, как хрустальную вазу. Давай. Ну вот, давно бы так. Давай без комментариев. Ты получил, что хотел. Ну да, да. Слушай, а в чем подвох, а? Почему ты пошел на такие уступки? Просто мне был нужен этот дом. Вот все. Очередная благотворительная блажь, да? Гена, давай без комментариев. Может, это бы в расчете? Да, да. С этим вопросом, да. Остался вопрос с федеральной трассой. Ну, а тут извини. Больше никаких компромиссов. Зря. Да ты что, Марина, а? Ты же меня без ножа режешь, а? Ну, извините. У меня изменились планы. Что? Переманили тебя, да, в этот стройинвест? Ну, в каком-то смысле… Угу. Слушай, слушай. А может, ты на прощание съездишь в эту деревню? У Клейкова? Там горящая тема. Ну, какая там может быть горящая тема? Там наоборот. Тишь да гладь, да Божья благодать. Э, нет. Не скажи. Вот именно этот самый стройинвест деревню-то эту, памятник этнографический, сносит. Да, там пройдет федеральная трасса. Не может быть. Тихо. Что случилось, Нариночка? Бабуля, я ничего не понимаю. Бабуля. Я то верю ему, то не верю. А что ты, милая, хочешь? Ведь самое главное в жизни найти свою половинку. Бабуля. И еще пристроиться к ней. Ну, ты же мне сама все время говорила, что человек рождается, умирает один, что женщина должна быть сильной, что не надо врать самой себе, что в жизни нужна вторая половина. Да, вот так меня учила жить моя мама. А я учила Софу, Софу Аллочку. И только теперь я поняла, как это бессмысленно. Это, это противоестественно. Бабуля. У тебя своя судьба. Смотри, не спугни ее. Добрый день. Соедините меня, пожалуйста, с Андреем Сергеевичем. Это Марина Протопопова. Извините, его нет. Девочка будет. Да красавица моя. Ты будешь самой прекрасной бабулей. Ладно, бабуля. Бабули нас достаточно. Происходит передел собственности в компании «Стройинвест столицы», крупнейшей на строительном рынке. Геннадий Тарамаев подал в суд на своего бывшего партнера Андрея Крылова, обвиняя его в мошенничестве, подлогах и угрозах. В данный момент все счета компании заморожены, а Крылов исчез. Андрей. Маришенька. Идем, а ты кого? Идем ты! Идем ты. Идем ты! Общая, да я. Идем ты. Я слышала, вас сносят Злые люди хотели снести Да спасибо Андрею Он эту федеральную трассу у самих министров затвердил Ну, чтобы связать умирающие деревни с городом Так, а как же вы? А нас раскатают по бревнышку Да и в чащу перенесут подальше Перенесут? Перенесут, Андрей так сказал Этого я не знала, он мне не говорил А вам-то бабам зачем наши мужские дела знать? Ваше дело какое? Любить, дождать, доверить Пей, пей, пей Дедушка, я помню, яблоки у тебя были моченые Остались? Остались, в ледники Принести Сейчас принесу Фекла моя покойница Ну, когда в положении была Уж очень их предпочитала Сейчас принесу Ну, здравствуй, Илья Муромец Ну, здравствуй, Илья Муромец Знаешь, но не понимаешь Сейчас лучше держаться от меня подальше И не подумай Возьми меня замуж Сейчас? Сейчас я так себе жених Именно сейчас Именно сейчас Палочка, а давай еще бисером украсим, а? Наша невеста должна быть самая красивая Пайетками по подулу Путь будет самая счастливая Мариночка Теперь это твое Какие красивые Заклятие дома спящих красавиц Снято Мама, ну что, тебе так нравится? Да Нет, что-то не то У нее же животик намечается А мы такой громоздкий бак На животе прям Вот, давай его так выпустим И вот так зафиксируем Хорошо? Смотри, ты умница Все Замечательно Так и оставляю Слушай, мам Угу У меня такое ощущение Тема сегодняшнего семинара Мотивы любви В русской литературе Сразу скажу Что по большей части Любовь в русской культуре Это драма И мучения Извините Я должен ответить Марина, привет Как здорово, что ты позвонила Пап Пап, я выхожу замуж Приезжай ко мне на свадьбу Ты меня приглашаешь? Конечно Конечно Я приеду Только я боюсь Твоя мама Я своим приездом Могу ей испортить праздник А мне почему-то кажется Что она ждет тебя Я обязательно приеду Целую тебя И вот что я вам еще скажу Несмотря на драму Несмотря на мучения Нет большего счастья Чем такая любовь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас придут Они помогут за шампанкой Вот Садитесь Аааа Сейчас Помочь в смысле? А надо что-то помочь? Может быть я тоже Ау Может помочь? Несторгчу помочь Давай помогу Давай помогу Аааа Спасибо Ну что? Ну что, ничто А где софа? А где софа? Она сейчас придет Шампанка Ну что, уже открывать сможешь? Ааааа Смотри, не пожалеешь Ты мне нужен любой Хоть бедный, хоть богатый Мне все равно Ну, не такой уж я и бедный У меня есть ты Ребенок Я мужчина И еще поборюсь за вас Ой, поборюсь Ой, мне кажется сейчас горько Да-да Именно горько Вот несмотря ни на что Горько 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 Я не понимаю Почему еще не горько мне, а? Горько 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 ми Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok